Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено рассказу о том, почему мы на всех своих акустических гитарах ставим струны калибр 1254 фосфорная бронза. Неважно, играете ли вы пальцами, медиатором, на каком корпусе всегда ставим 1254. Вот у нас дредноуты здесь стоят, фолки и гитары поменьше, на них тоже стоят эти струны. И фолки, кстати, очень любят девчонки и начинающие. И все равно ставим именно вот эти струны. И даже на здоровых гитарах, на самых больших, хоть даже на джамбах, тоже аналогично. Ну, джамбу-то прям сам Бог велел. На 12 поставить туда тоньше, ну вот точно никак. Вообще вопрос довольно традиционный, когда люди приходят, многие начинающие музыканты говорят, а какую калибр струн надо ставить? И ответ у нас всегда один. Мы вот на все свои гитары, Тёма, что только что сказал, встаем. 12-53, 12-54 калибр. Это дает возможность раскачать инструмент. То есть инструмент звучит правильно, хорошо, ярко, громко. Обычно начинающие говорят, а вот я зашел в магазин, мне сказали, мне вот здесь высоко, играть тяжело. Они сказали, а ты там десяточки поставь, всё будет нормально. Это вот такая традиционная тема. Просто инструмент должен быть отстроен правильно, всё должно быть низко, удобно. И тогда 12-ые струны будут, и на 12-ых будет играть легко и хорошо. Что мы, собственно, и добиваемся от своих инструментов. Ну, опять же, почему 12-ые? Потому что все фабричные инструменты, в общем-то, сделаны всё равно с большим запасом. Деки и пружины сделаны с большим запасом прочности, чтобы всё-таки инструмент жил долго. Это мастеровые инструменты, там мастера могут варьировать, делать тонкие деки какие-то. И уж, конечно, те требуют ещё более такого бережного хранения. И поэтому, чтобы инструмент был менее прихотлив, всё-таки достаточно толщины делаются деки, пружины на этой деке. И вот поэтому и нужен 12-ый, чтобы они могли раскачать инструмент шабричный. Зазвучал как инструмент, а не как что-то такое. Ну, конечно, можно и десятки поставить, в принципе, звук какой-то будет. Какие-то ноты можно извлекать, но полноценного звучания не получится. И мы вот сейчас в качестве эксперимента, мы сейчас попробуем поставить три разных струны. Ну, прям подряд. Сюда поставим десятую, одиннадцатую и двенадцатую на инструмент. А Тёма поиграет на одной струне мелодию какую-нибудь. И мы вот попробуем услышать разницу. Я думаю, это будет вот интересно, да? Сейчас попробуем. В других музыкальных магазинах можно всегда заметить миллион разных струн, полным-полно брендов, разных, там уж с ума сойти. Мы же ограничились всего лишь тремя брендами, буквально, и всего лишь два калибра разных. Это 12-54, о котором мы говорим. И на самый-самый край это 11-52, кому там совсем помягче надо сделать. Это три самых вообще, ну, четыре самых популярных вообще бренда. Это вот Эрни Болова. Расскажи, Валер, про них. На них играют все вообще. Да, здесь на задней стороне написано, кто на них играет. Эрик Лэптон, Джимми Пейдж, Слэш, в общем, огромный-огромный-огромный список американский. Что-то еще. Самый популярный Дадарио, который у всех на слуху. Ну и, конечно же, эликсиры такие модные, крутые струны. Честно говоря, я вот сам на них вот играю, и уже не первый год, и очень доволен. Но есть также его нелюбители, то есть там из-за специального покрытия. Да-да-да. Но они, фишка вообще их в том, что они очень долго сдержат звук новизны. И эликсиров очень большое количество тоже разных. Там есть покрытие Polyweb, есть Nanoweb, есть разные модификации калибров. В общем, там Ураган. Опять же, мы ограничим всего лишь вот 11-52, 12-53. Ну и 13-ый кому потолще. Все, больше не нужно. Это самое вообще необходимое, что может понадобиться, пригодиться, и будет это работать 100%. Ну что ж, наш эксперимент готов. Давайте попробуем, сравним, посмотрим, что это такое. Интересный срок получился. Так, я так понимаю, они начинаются самые тоненькие сначала, потом идут потолще. Это у нас, что у нас первое стоит? Десятка. Десятка, то есть. Ну да, лязгущие доставят. То есть они на одной высоте прям находятся, да, все. Давайте попробуем чуть-чуть потолще. Ну, поплотнее уже, то есть не так лязгущие. Ну и, собственно, 12-е. Да, очень непривычно на третьей струне играть, да, как будто как на первой. Но, как показал эксперимент, то есть 12-я струна, она звучит плотнее всего, то есть меньше всего лязга. Да, вот когда Артем на первой струне играл, на десятке, было очень слышно вот это вот лязгание. Вот, поэтому, соответственно, струна, она тоненькая и низко опущенная, начинает просто задевать облады неприятный звук. Вторая, это такой уже компромисс 11-й калибр уже, если кому-то все-таки хочется чуть-чуть. И третья, это самый-самый лучший вариант, 12-й, уже звук будет плотненький, очень аккуратный. Но, в любом случае, всегда приходите к нам, Андрей всегда вас, ваши гитары отстроят, и наши в том числе. Нет, ну на самом деле, да, ну, на вкус и цвет товарища нет, конечно, если вот кому-то прям категорически, а может быть не надо играть громко, а надо прям играть совсем тихо, шепотом, вот для себя. Да, ну, ну, бог с ним, потому что можно и десятые струны поставить, и, наверное, даже и девятые при желании. Ну, просто это будет, да, такая игра, вот совсем такая, камерная, прямо совсем для себя. Наверное, можно. В любом случае, просто надо, можно прийти к нам, пощупать вот наши инструменты, там, высказать свое мнение на этот счет, сказать, да вы, нахрена, ничего не понимаете, вот я на десятках вам сейчас играю, ну, тоже послушаем с интересом. Вот, а так, ну, ну, просто это наше мнение таковое, вот мы его высказали, как бы, что мы все к этому пришли, потому что я тоже в свое время очень долго играл на электрогитаре, там, ну, как, и мне это нравилось. Мне тяжело было приспособиться к двенадцатым, на самом деле. И мне тоже. Да, ну, вот сейчас, я думаю, вот, все-таки пальцы приспосабливаются, и, наверное, вот, ну, вот, для акустики точно не надо тоньше. Так что, ну, а так, приходите к нам делиться своими впечатлениями, играть на наших гитарах. Я играю на 12-струнной гитаре, 10-47, вот. Моя, кстати, попея началась с 10-48 вообще, когда купил первую электроакустическую гитару, я ставил только их, потому что я раньше понятия не имел, что гитару можно как-то отстраивать, опускать струны, и долго-долго сидел на ней. Потом, через несколько лет перешел на одиннадцатый, и тоже много лет играл только вот на одиннадцатый. Но потом, когда узнал, что такое мастерская, что с гитарами можно творить, какие удобными делать их, мне сказали, что ты на 12-х не играешь? Я говорю, не могу, тяжело мне. Ну-ка, дай гитару. Отстроили, поставили 12-й, она по-другому вообще зазвучала, и было это очень удобно. Фантастика. Это я должен говорить? Да. Да-да-да. Да-да, Андрей отстроит, Валерий сказал, Андрей отстроит. Я на себя так перевожу. Стрелки на меня перевели в конечном итоге.